Добрый день! Мы уже представили одну беседу по теме «Кризис современной музыки и выход из него». Начнем с главных принципов нашего обсуждения. Полнейшее загнивание жанра утонченного и высокого музыкального ряда в наше время, оно имеет все ту же первопричину, как и другие проявления современного кризиса. Это отдаление от первоисточника. Если музыка изначально представлялась неким высочайшим этапом человеческого душевного полета к молитве, медитации, к осознанию Всевышнего, то на сегодняшний день она превратилась в то, что даже не хочется называть никаким словом. Ибо любое слово, оно будет инфернальным. Современная музыка, она в подавляющем большинстве инфернальна. В том, что это произошло, что так случилось, заложен, конечно, свой высокий смысл. Только мы с вами, каждый из нас в отдельности, и все мы вместе должны определиться, а собственно, где мы находимся, какую роль мы выбираем в этом богатейшем актерами театре. Мы с какой стороны находимся? Со стороны потребительской массы, которая в порыве скотства сметает все то, что было когда-то святым, высоким и возвышенным. Или мы наоборот выступаем не просто как хранители высокого, но и как созидатели, как люди устремленные в будущее. Схематично можно это определить таким образом, что всем известны, например, григорианские напевы были несомненным способом прийти к высокому духовному состоянию. Если вы пропевали псалмы, слушайтесь в них, это та музыка, которая является истинной, настоящей. Там нету имен композиторов, там нету зала, который аплодирует, там нету спортивных эффектов. Там музыка в чистом виде. То, что мы знаем об Иерусалимском храме, но это больше, конечно, предание, нежели представление о самой музыке. Тем не менее, там был и оркестр, и хор, и было, несомненно, высочайшее богатство самого этого искусства. Оно было все направлено на служение высшей цели. По времени музыкальное искусство начало отдаляться от религиозной тематики вообще. Не говоря уже об институтах, которые вмещали в себя, например, григорианское направление. Появление даже уже в эпоху барокко весьма самостоятельного от богослужения жанра в целом. Не говоря уже о переходе в эпоху классики, романтизма. И мы с вами можем продолжить, продолжить. То есть, что происходит? Человек отдаляется все больше и больше от первоисточника. Он отходит дальше и дальше и дальше. И так она музыкальная гармония. Так она музыкальная гармония. Она становится все более и более хаотичной. Она отдаляется от первоосновы, от первообразных звучаний. Она становится в духе эпохи неким хаотичным явлением, отражая, несомненно, общий ментальный ряд. Но нискольно не пытаясь уже как-то приблизить человека к высшей цели или к высшему принципу. Это полностью отсутствует музыка от великого инструмента очищения, вознесения души превратилась на определенном этапе в лучшем случае в инструмент самовыражения. А далее она просто стала служить разного рода уже тенденциям разрушения. Не только музыка, не только современная, но надо признать это, чтобы понять ее глубочайший кризис в сегодняшнее наше время. Можно добавить к этому, как принципиальное понимание. Музыка отторглась от церкви, от христианства, путешествуя оттуда в будущий Иерусалимский храм. Там, где синтез высокого, высочайшего и там, где соединение со Всевышнего. Это Иерусалимский храм для всего мира. Так оно происходит на наших глазах. То есть музыка, она должна была пройти через некий кризис, чтобы перекочевать. В Иерусалимский храм она должна войти уже, конечно, не как очередной этап развития того, что мы называем классической музыки, как синтез всего музыкального наследия. Естественно, утонченного, естественно, великого. Естественно, основные сегодняшние жанры не будут к этому иметь никакого отношения. Кроме как, возможно, будут неким спаханным полем для тех, кто вообще бы, наверное, музыки иначе не услышал. Деградация имеет свой смысл, свое значение. Только нам зачем деградировать? Мы собираемся здесь для того, чтобы, наоборот, получать высшее, возвышенное, как основу собственного существования и мышления. Здесь мы исправляем, собственно, мышление. Такое путешествие от григорианских напев в Иерусалимский храм, видимо, это и есть тенденция. И мы проходим разные этапы ее развития. Понимая это, провозгласив главенствующим принципом, это, собственно, приближение к первоисточнику, к высшей ступени божества, настолько, насколько способны мы. Музыка – это не высшая ступень, но она вспоможение трамплину, когда она направлена туда. Ну, а в ее отторгнутом состоянии она является частью процесса деградации. Сразу же надо оговориться, конечно, что есть приличные люди в этой сфере до сих пор. И, наверное, можно назвать парочку пианистов, солистов, которые не утеряли основ приличия. Можно где-то найти, я не знаю, в Волгоградской области, а может быть, в Саратовской, еще какую-нибудь там 70-летнюю учительницу музыки. Какую-нибудь Софью Израильную, которая наверняка занимается со своими учениками, малыми, великими, бескорыстной, самоотверженной. Но это никак не влияет на общую картину. То есть общая картина, она такова, что лучшее, что осталось, это перепевание, созданного 100, 200, 300, 400 лет назад. Из нового почти ничего не заслуживает внимания. Почти. Очень мало что заслуживает внимания. И эта тенденция, она представляется необратимой. Если перейти на язык более простой, ну, все связано с порабощением музыки материальным началом. На сегодняшний день определяющим фактором там являются деньги. Но как только деньги решают все, как только массовость является главным критерием, как только шудры, чернь задают тон, то понятно, где мы с вами находимся. Понятно, почему повсеместно порнографические эффекты, удешевление, почему все превратилось в развлекательное мероприятие. Если главная цель – это заработать больше денег, привлечь больше зрителей, получить больше лайков, то, естественно, падение, оно предопределено. Говорим о музыке, потому что в ней заложены величайшие идеи. В ней заложен громадный духовный потенциал. Будем еще обсуждать отдельно рассуждения Шри Урабинда о музыке, что сама по себе она не является духовностью, а может быть только путем достижения его. Примем это. И оно не войдет в противоречие с тем, что донесли до нас величайшие мудрецы Израиля. Собственно, это первое, с чего надо начать. Великий, величайший и величественный Виленский Гаун говорил во хвалу музыке, который он называл «мудростью музыки», он говорит, «хохмат музыка», так он выражался. Цитирую. «Ки ров тамий Тора в саду шри Урабин, в саду Типуны Азор, и в шар льда Беладе». Большая часть, говорит он, вкуса и смысла Торы. Большое осмысление и понимание смысла Торы. Таинство пения левитов в храме, мы упомянули. Таинство великого творения Типуны Азор. Есть Азор в целом, у него есть раздел из 70 глав, который называется «Типуны Азор». Все вот это, что мы перечислили, невозможно познать без нее. То есть, для понимания глубин мудрости Торы, и, конечно, пение левитов, это явление из прошлого, которое в будущем уже пред нами предстает, уже мерцает нам своим будущим величием. Ну и особо он выделяет книгу Типуны Азор, в которой трактуется первое слово Тора «Берещит» в начале. 70 глав, 70 взглядов на эти 70 духовных направлениях. Для понимания Твои необходимо что-то смыслить в мудрости музыки. Мудрости музыки. Азор. Но, я знаю, что они могут умереть в начале, в начале, нафшем, менимоте, и они могут умереть митые в сердце и в нагназе, в Тора. И при помощи, люди могут даже спустить душу под нее, отдать душу, не в смысле того что человек должен умереть в смысле возвышения то человек может поднять свою душу поднять свою душу расставшись с низшей душой как бы же низшая душа на вас в этот момент отмирает вы можете вознестить выше чем обычная привычная и она может возродить мертвых через таинство которое сокрыты в торе то есть в музыке есть сила с одной стороны просто отрыва от обыденного и бренного есть не сила которая может позволить позволить проникнуть в те таинства торы которые что делают способствует воскрешение о воскрешении мертвых это намного более важный термин нежели наше представление о том что как-то мертвые с косами стоят и тишина да как в этом фильме неуловимый мститель или что еще такое выключать человек себе представляет то что все мертвые должны возродиться то есть человек пил пил помер а потом через несколько сотен лет снова и снова что-то пьет видим но воскрешение мертвых это возрождение утраченных нами сил это возрождение всех тех сил которые сгинули которые канули в небытие это именно духовное прикосновение которое дает жизненность который избавляет от властвия ангела смерти и еще добавляет велинский гонка мани гуни в хамами доты в ему шара бей но она бы шалом и арсина и ваша мурка вимба тураш и белпе амцио беды здесь говорится конечно священных мотивов некоторые священные мотивы и размеры их принес нам ноше моисея с горы сина а остальные он имел ввиду то что намного выше всех наших представлений и вот это вот остальное что он имел ввиду это другие сакральные напевы они относятся уже к устной торе которые находятся у нас руках но высочайшая характеристика музыка то есть высочайшая надо понимать о чем мы говорим почему мы об этом говорим почему об этом это невероятно рамбан который нахманин для тех кто читает паруски араби мошеб бар нахман есть рамбан есть рамбан так он писал ахманин Весь обсуждаемый предмет арфы и других музыкальных инструментов в храме – это все намек и символы намек на постижение мысли, которая примыкает к Духу. И нет в материальном мире ничего тоньше музыки. Сразу объясним. Конечно, божественная мудрость, она стоит выше. Тора, Каббала – они находятся в сфере духовности в большей степени, несомненно. Но из всего остального в нашем мире, будь то поэзия, будь то другие виды искусства, науки, да и даже включая обычную принятую философию, музыка она более утонченная, говорит Нахмали. Как сказано, это цитата из книги Ицера, из голоса, из слова, из дух, а это дух святой. То есть, что музыка может достичь высочайшей ступени нашего с вами бытия для нас с вами. Можно пойти выше, можно пойти дальше. Но из всего, что ведомо нам понятно и известно, музыка ОДА, она относится к категории семи служанок высшей мудрости. И она вызывает мудростью тоже, она относится к категории высших, высших. То есть, из этих семи, там, где есть геометрия, математика и еще, еще, там, может быть, собственно, обобщение пластических искусств, пожалуйста. Среди всего этого музыка занимает самое высокое место. Она не конечная цель. Музыка не спасет мир сама по себе. Она сама по себе может быть не иначе, как предметом языческого поклонения. Потому что без прильнутия, примкнутия к высшей ступени, она постепенно деградирует и умирает. Собственно, как и все в этом мире. Как и все в этом мире. Это то, что мы наблюдаем с ней. Это и есть кризис. Просто сегодня это носит ужасающий характер. Все подчинено деньгам. Просто надо понимать, о чем мы говорим. Надо хорошо отдавать отчет. Еще раз, всегда найдем приятных людей где-то там. Конечно. И сразу же надо понять, мы не об этом говорим. Степень деградации всего этого жанра, но его можно проследить буквально во всем. Буквально во всем. То, что удельное влияние музыки этой и музыкантов стало мизерным, это надо доказывать, что ли? То есть, сегодня музыка не служанка высшей мудрости, а в основном она прислужница олигархов разного рода, богачей или какого-то министерства культуры. Вот где-то там больше выделяют. И понятно, что где-то сохранились до сих пор очаги, где-то там какое-то общество Баха существует, или Хорман-Тверди. Конечно, что-то еще осталось там, где хранится прошлое. Представляется иногда в самом благородном и чистом виде. И это тоже есть. Но просто мы смотрим на общую картину. А общая картина, она однозначно смертность. То есть, уже некое, даже нельзя сказать, что предсмертие, это уже непосредственно умирание, сам жанр, само направление. Оно отходит и уходит. Это не значит, что Бах, Бетховен, Брамс, Майлер, Скрябин, они исчезают вместе со всем этим современным явлением. Но надо дать четкую оценку, четкое понимание должно быть, где мы находимся. Это касается не только музыки, это касается других направлений тоже. То есть, касается философии современной, это касается и литературы. Вообще можно спорить, что должна ли существовать как таковая художественная литература, но это не для нынешней нашей беседы. Как и, конечно же, стоит обсуждать, какая музыка вообще должна существовать. Но про степень деградации, когда все подчинено деньгам, еще раз надо повторить, это самое разрушительное. Потому что можно говорить о других аспектах, можно говорить о других аспектах, которые тоже, да. Например, отвратительное проникновение на сцену порнографических тенденций. Причем это не только где-то там современный балет, современная опера, которая является по определению абсолютным скотством. Нет. Это уже, может быть, концерт Рахланинова с такими вот добавками. Они уже пробрались на сцену там, где действительно спортивные способности какие-то наклонности есть. Быстро играют, техника хорошая. Но при этом они пытаются захватить власть над нашими умами и душами, над классической музыкой при помощи самых низменных эффектов. Это финансовое порабощение, порнографические эффекты, самые дешевые. Когда это касается такого направления, которое называется джаз, само по-си-слову, только там нам должно быть J-A-S-S, это неприличное слово. В основе всего это музыка афроафриканских рабов. Она изначально пришла как сопровождение к публичным домам Нового Орлян. То есть это изначально скотство задекларировано. Это музыка испражнения. Так ее можно... Но они об этом говорят открыто. Или если мы берем с вами какую-нибудь там, не знаю, оперу, когда... Ну, мыльная опера, да, и что там происходит. Норма, бегает, убить своих детей или не убить. Сериал. Там, может быть, местами хорошая музыка отдельно. Может быть, стоило бы ее, изъяв из этого все безобразие, послушать. Или еще там, не знаю, история какой-нибудь женщины с пониженной социальной ответственностью. Опера целая или просто преступный мир, порги и бэс. Там все понятно. Там все понятно. Как все совершенно понятно с эстрадой, попсой, рок-н-ролл. Что там еще есть, рэп. То есть к этим жанрам нет никаких вопросов. Массовая культура, она такова. Еще можно так сказать. Шансоны есть, что еще есть. Все. Все пойдет. Но там, где когда-то витал дух все-таки до Битхойна, Шуберта, Шупена, Гайдена, Моцарта, Битхойна. Ну, до другого. И туда тоже проникает. Встать в позы и начать кричать, покайтесь, грешники, там, и начать осуждать, призывать к бойкоту. Это совершенно бесплодное занятие, ненужное, ненужное. Даже если с точки зрения простой морали оно оправданно, но это глупо, ненужное занятие. Потому что настоящая беда не в том, что они такие, а в том, что мы с вами, те, кто понимает, понимает, не создаем, не предлагаем никакой живой духовной альтернативы. И не говорим вслух о том, что это надо сделать. В Иерусалиме существуют достаточно продвинутые учреждения по возрождению предметов храма и служения в храме. Одежда священника, первосвященника, левитов, инструменты, воскурение, они готовятся действительно к храму очень серьезно. Но что им есть сказать по музыкальному возрождению? Ну, ответ пока ничего. Вот сам факт, что мы об этом не говорим, мы не обсуждаем главного, не обсуждаем то, как оно должно быть. Понятно, что все, что мы с вами видим, оно заслуживает нашего отдаления. И все, больше не надо обращаться к этой тематике. Мы не будем к ней обратиться. Понятно, что там на кладбище. Понятно, что там в мире хаоса и гниения. Понятно. Понятно. И сегодня совершенно ясно, для этого не надо уже умствовать. Надо поставить диагноз всему этому хозяйству. А дальше понимать, еще мы начали, что музыка может быть высочайшим, важнейшим инструментом для исправления мира, для богослужения, для исправления человеческой души. Вот для чего надо об этом говорить. Еще раз, вот эти все товарищи, которые иногда устраивают демонстрации, акции протеста, они, конечно, по существу правы. В Большом театре, я помню, устраивали разного рода акции протеста. Не без оснований, правильно они, наверное, делали. Но просто что, вот надо тогда против всего, все время выступать. Надо раз навсегда себя оградить от этого, конечно же. Не ходить в такие места, не нюхать, не пачкаться этим, но строить нечто концептуально, альтернативное, возвышенное, смотря в будущее. И, конечно же, не списывая того великого, что было создано до нас, включая композиторов классической эпохи. То есть, сомнений никакого нету, что часть из того, что известно нам сегодня как классика, может быть, малая часть, но тем и часть, да, попадет в Иерусалимский храм. Да, окажется на великом пьедестаре. А у Робина особенно выделяют, например, Бетховена, видимо, я имею в виду, позднего Бетховена, по всей видимости. То есть, возьмите шестую часть «Песня о земле» Малера. Ну, это духовная музыка. Действительно, устремленная вверх, устремленная к возвышенному. Кстати, списывая там фольклоры, развлекательные жанры, ну, тоже не стоит делать это огольно. Просто, когда есть что-то высокое, к чему подчинено остальное, вот тогда они становятся уже чем-то осмысленным, а не частушки там типа «Ой, загулял парень молодой», да, вот эти вот «Ой, загу-загу загулял». Это, наверное, не обязательно должно быть частью уже просвещенного и исправленного мира. Но самое главное, давайте начнем разговор о том, как оно должно быть. Как оно должно быть. Зачитали мы с вами слова мудрецов Израиля. Раби Авраам Абулафи вообще говорил, что вот эта музыкальная гармония, вот мудрость, Вилинский Гаон, который упомянул, что ее принципы музыкальной гармонии, они сродни принципами влияния букв, имен высших при их перемене. То есть это высшая гармония. Мы с вами это покажем на конкретном примере из книги Ицера. Мы с вами откроем сегодня вам некие таинства, после которых будет понятно, почему этим стоит заниматься. Глубинно стоит начать об этом разговор. Еще раз. Все, что надо было отринуть, мы уже отринули и отсеяли. Сейчас говорим только о сакральном, а высшем, о том, как оно должно быть. Ну, да поможет нам Рене Генон для начала. Начнем с этого. У Рене Генона нет ничего, что было бы на русском языке по данной тематике, только я нашел небольшой отрывок к книге «Кризис современного мира». Есть на французском с английским переводом его небольшая работа, которая называется, на английском звучит как «The Arts in the Traditional Conception». Виды искусства, искусства. Их традиционная концепция. То есть, что это такое, ради чего, как они должны существовать и быть, в чем их идея. И то, что мы сейчас с вами будем представлять миру, в данном случае русскоязычному, это не имеет подобия. И это стоит подхватить и нести дальше. Генон, как всегда, начинает с того, что он подчеркивает процесс деградирования. И тот процесс деградирования, который спускает в небытие множественные принципы древней традиции. Но древняя, она не в смысле того, что наши дедушки, прадедушки еще там тысячи лет назад именно делали так, а мы это сохраняем. То есть, не вот это ностальгическое путешествие. Это обращение к первоистокам божественного знания. И то, что относится, говорит Генон, к разного рода видам науки, которая утеряна сегодня в немалой степени, будь то алхимия, не то, что в школе нам говорили про нее, а это именно умение видеть смыслы. Также астрология – это совсем не гадание, придет, не придет, уйдет, не уйдет. Это совсем другой жанр в его высоком осмысленном. Ежели в случае с разными науками это верно, так тем более, можно это сказать по отношению к искусству. И изначально, задумайтесь об этом, Генон подчеркивает, что не было такой грани стены различия между тем, что мы сегодня называем наукой искусством. Это все относилось к категории вот этих служанок высшей мудрости. То есть, это то, что служило нам с поможением для обретения высшего знания. Ну, в некотором смысле, следуя Генону, можно определить искусство средневековым термином как свободное искусство. Мы также столкнемся с таким понятием, как изящное искусство, свободное искусство. То есть, музыка, живопись, архитектура, ну, все-все-все, что мы с вами имеем в виду основное. В современном мире каждая стала отдельным, оторванным от остального направления. Ну, действительно, музыка, она стала вещью в себе. Я сейчас даже беру не искаженное, извращенное коммерческой современностью ее понимание. Даже то, что существовало раньше. То есть, она была как вещь в себе. Ее не рассматривали в духе Пифагора как музыку-сферу. Давно уже не рассматривали. Ее, конечно же, не рассматривали даже как музыку-обращение молитвенного, медитационного. То есть, есть, собственно, отдельный жанр. Как бы это, скажем, ну, как пример синагогальной напевы при чтении Торы. При чтении Торы, или Свиткой Сфирис, Свиткой Ха. И есть кантиляция. Кантиляция. Которая обозначается при помощи значков Тамим. Называется. Тамим накудот, тагим от йод. Из четыре уровня при раскрытии этого. Все оторвано, все отделено. То, что в Талмуде определялось через слова пророка, что истина будет не эдерет. То есть, она будет отсутствовать. А слово не эдерет имеет общий корень со стадами. То есть, она будет как стада-стада. У каждого будет свой маленький кусочек правды. И нет синтеза. Нет единобытия в представлении людей. Чем дальше, тем больше языческого, идолопоклонического. Большинство музыкантов, те, которые верят еще в музыку, они абсолютно язычники. Для них музыка – это единственное, что есть в жизни. Музыка ради музыки, искусство ради искусства. И это смертный приговор. Это смертный приговор. Наше же видение музыки, оно через приближение ее к высшим традиционным принципам. И нечто подобное геном предлагает нам найти в тайном сообществе, которому причисляют Данте, Фидели Даморе, то есть верные любви. Там тоже говорили об этих основных семи, семи, там говорили, семи видов искусства. Семерка не просто же так. Здесь употребляется семь служанок и то, что уголовно у Виленского. Семь седмирицин приходят сюда именно как некая база и основа для распространения того, что есть высшее. Можно было сказать, высшее триадо, кедр-холхмабина. Или высшее главище, если хотите. Но абсолютно одинаковое понимание, что в идеях и в традиции Израиля, то и находим мы у Генона. Да и у Робинды дальше в этом, убедитесь. Генон здесь хочет подчеркнуть, что, помимо всего прочего, музыка не оторвана не только от высшего первоисточника, но что музыка, все непременнейшие, музыка, все непременнейшие, она должна перемежаться с другими видами наук, искусства. То есть все, что находится в руках человека, как инструментарий его продвижения вверх. И более того, как в разных науках мы обнаруживаем возможности продвижения к высшему посвящению, к духовному раскрытию. Так, тем более, мы это можем найти в разного рода искусствах. Причем здесь это делится на более высокие, таинство, менее высокие таинства. Таинство в этом есть, в этом есть символика. Музыка, она несет нам звуковые символы. Для чего-то она куда-то должна быть устремлена. Те, кто говорят, что просто выражаем собственные эмоции, мы с ними не ведем эту беседу. Те, для кого музыка – это просто возможность самовыражения или удовлетворения тщеславия, чтобы вот так делали. Это те, с кем мы не разговариваем сейчас. Потому что нам нечем сказать. Пусть обращаются к банкам, к импресарию. Все это оттуда, все это с той самой стороны. Нас здесь интересует таинство, нас интересует здесь символика. И можно говорить о королевских таинствах или королевском искусстве. Можно говорить о священническом, о высшем, о том, что является истинным служением. Хорошо известная вам схема. Брахманы, кшатри, вайши, шудры. Условные деления. Музыка должна быть устремлена к тому, что есть брахман, используя этот язык. Используя этот язык. И можно было бы так это подытожить. Все эти направления искусств, они предназначены не иначе, как для поддержки того, что мы знаем медитацию. То есть живого духовного общения с высшим. Вот чему они должны служить. Все эти виды. Они должны быть вспоможением, подмогой, основой для хождения туда. И также понимание глубокого символизма во всем этом. В этом надо искать символизм. Это указывает на высшее. Это не вещь сама в себе. А что даже в мельчайших подробностях, подчеркиваю, в гену, надо понимать истинную подчиненность духовной цели. А иначе это превращается в нечто пустое, декоративное. Играет орнаментальную роль. Символика. Напоследок хочу вам процитировать Владимира Владимира Сергеевича Соловьева. Ушедшего из жизни 127 год назад. Стихи. Милый друг, Иль ты не видишь, Что все видимое нами Только отблеск, Только тени От незримого очами. Милый друг, Иль ты не слышишь, Что житейский шум трескучий, Только отклик искаженный, Трожествующих созвучий. Милый друг, Иль ты не чуешь, Что одно На целом свете Только то, Что сердце Сердцу Говорит В немом Привете. Мы еще продолжим. Милый друг, Иль ты не умеешь va Милый в в Д